Я, особенно на передаче, столкнулся с такой популярной темой, как нормализация массы тела или же, по-простому, худение. Я не хочу это слово говорить по той причине, что оно само по себе плохое и притягивает худость не только для здоровья, но и для судьбы, и для всего-всего-всего, что окружает человека. То есть, идут буквально-таки от этого упоминания слова, обрубается все хорошее, что делает человека здоровым, счастливым, успешным. Поэтому я это слово не хочу говорить. Я его заменил совсем по-другому, которое более точно соответствует. Это слово стройность. Я хочу по-стро-неть. И когда вы говорите по-стро-неть, вы закройте глаза, произнесите это слово и почувствуете, как откликается каждая клеточка вашего организма на это слово стройность. Вы сразу чувствуете себя подтянутым, вы сразу чувствуете себя молодым, энергичным. И когда вы произносите вот это слово на хэ, все опускается, понимаете, энергетика, все обрубается, все-все-все-все. Никогда не произносите этого слова. И не притягивайте значение, которое она обозначает к себе и на себя. Вот эта неправильная предпосылка делает сразу же вашу работу по нормализации массы тела неприемлемой. Теперь на передаче, которую я ввел, значит, эта тема была весьма популярна. Там ее чуть ли не каждый месяц мы там, а то раза два разрабатывали. И сначала у меня возникло такое отторжение к ней, что я хотел сказать, чтобы больше эту тему мы не брали. Но потом вдруг я поймал себя на такой мысли, что несмотря на то, что эта тема очень часто и вроде бы однотипно все эти вопросы разбирается, но какой-то подход идет несколько иной. Вот это самое удивительное. Поэтому я заинтересовался этой темой для себя и посмотрел, кто там что-то пишет в интернете. Пишут, значит, в интернете, значит, сбросить 10 килограмм за неделю, сбросить 20 килограмм за полгода, там, там, быстрая, значит, сброска веса, там, за день, за неделю и т.д. и т.п. Значит, что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Так это то, что как сброс веса, так и набор веса, это дело непростое. Это есть нагрузка на организм человека. И непонимание того, что у каждого человека своя собственная индивидуальная конституция, которая держит идеальный вес в норме, и, будем говорить, расшатывание его как в одну сторону, сброс, так и набор, ни к чему хорошему не ведут. То есть, начнем, явно, с набора веса. Качки качаются, едят. Да, стали сильными, стали такими красивыми, упитанными. Особенно, если посмотреть на чемпионов культуристов. Как только они прекратили есть, я уже не беру химию. Просто они прекратили есть и заниматься, вся их масса, опять к тому, с чего они начинали. Ну, это же была нагрузка на организм. То есть, эта своеобразная нагрузка отняла часть ваших жизненных сил, жизненную энергию, и в итоге забрала часть вашей жизни. То есть, она может быть длиннее, но вы ее сократили. Но тут несколько, как бы сказать, иной вопрос. Если заниматься просто для здоровья, поддерживать мышцы, тонусы и так далее, это дело хорошее, это дело нормальное. Но раскачиваться чрезмерно, да, показывает, как это вот в спорте там происходит, а потом сдуваться, ну, это, естественно, на здоровье влияет. Далее. Обратная сторона. Значит, в процессе жизни, ну, допустим, возьмем меня. Я там занимался спортом, 20 лет был один обмен веществ, 30 лет был другой обмен веществ, 40 лет был третий обмен веществ, и, наконец-таки, вот, в десятке. У меня вообще иной обмен веществ. Мне не хочется так есть, как это хотелось. В 20 лет, когда я в спортроте помню, я поел в обед, встал, вышел из столовой, и такое впечатление, будто я ничего не ел. Понимаете? Хоть столько съедать. Теперь же я там с утра съел, там, хурмичку одну в обед, там, пообедал, там, первый, второй, там, салатик, вот, и уже практически мне вечером особо не хочется есть так уж. Думаю, ну, что съем, там, опять-таки, творожок с кисломолочным, там, еще чего-нибудь такого. То есть, достаточно. Значит, к чему я веду этот весь разговор? К тому, что просто-напросто мы привыкли есть вот столько-то, да? 20 лет. Когда нам становится 40 лет, или, там, побольше, мы примерно так же кушаем. Но этого мы не сжигаем. И это начинает откладываться в виде, там, излишнего веса. Жировая ткань. Вот. От этого, от этого есть такое естественное, да, как бы сказать, накопление. от этого особо и избавляться не следует. Ну, накопилось, она нормально. Это должно было произойти. Но если накапливается чрезмерно, там, грубо говоря, там, вы чувствуете уже, вам тяжело ходить, тяжело нагинаться. Вот, ну, вот вы почувствовали, что вес вас обременяет. Одно дело, вы накопили, там, 5-10 килограмм, которые, как бы, сделали вас еще плотнее, нормальнее. А другое дело, вы накопили столько, что вы чувствуете обременение. Вот тут-то, вот тут-то, как надо поступать. И если мы с вами думаем, что-то сбросить за неделю, за день, там, 10 килограмм, за пол, там, года и так далее, а потом, и не знаем, что там это, отдали. Вроде бы сбросили, а теперь думаем, что вернемся назад к тому образу жизни, который мы увидели. То, что сброшено, вернется гораздо быстрее. То есть, на передаче у нас были люди, примерно 90% сбрасывало вес, стройнело, достигало нужного результата. Но если они не закрепляли это все образом жизни, они набирали еще больше, и дальше сбрасывалось еще труднее, и в итоге, в итоге, они только расшатали свой обмен веществ, превратились вот в таких вот шарообразных существ, больных, к тому же. И все, и все, на этом их нет, так сказать, сброс веса и закончился. Поэтому, вот эти все призывы и лозуны, значит, сбросить за день, сбросить за неделю, сбросить там за месяц, за полгода, даже за год, это все ерунда и не отвечает истинности этого процесса. Если вы хотите сбросить, или, допустим, такой заголовок, легко сбросить, там, допустим, 10 килограмм, так вот, если вы хотите легко сбросить, первое, со своего собственного опыта, с опыта других людей, которые работают на 100%, это раздельное питание. А раздельное питание вы можете прочитать в моих книгах, как и что оно работает. Кратко я скажу, чтобы, как сказать, не отсылать вас совсем к этим книгам. Это, если вы кушаете белковую пищу, ну, допустим, мясо, обязательно салат. Если вы кушаете кашу, обязательно салат, миска хорошая, такая большая миска салата. Вот. Но ни в коем случае ни кашу, ни картошку с мясным, вот этого делать не надо. Если это вы будете делать, у вас гарантированно будет расти вес и будет расти живот. Если же вы будете так поступать, раздельное питание, вы почувствуете легкость и у вас не будет этого. Далее, то есть, раздельное питание раз. Далее, постарайтесь еду так распределить, прием еды, чтобы он у вас был равномерным утром, в обед, там, и вечером, в комнате. Это тоже нормально. Если вы будете наедаться только один раз в день, вес будет расти. Тем более, если вы будете наедаться на ночь, на ночь, он будет расти еще больше, и вы его и не сдвинете. Очень хорошо добавить движение, стать более активным. То есть, можно даже ничего не менять, а просто-напросто где-то свою физическую нагрузку увеличить раза в два. самое легко это сделать с помощью ходьбы. Просто-напросто ходите на работу, с работы, нет, еще прогуливайтесь. Запомните прогулки, это прекрасная вещь, допустим, часовая прогулка, для того, чтобы у вас ваши обменные процессы пришли в норму, и вы стали стройнее, и лучше себя чувствовать. В основном, для чего стройнее? Я лично считаю, в первую очередь, чтобы лучше себя чувствовать, а уже во вторую, красивее выглядеть. Если же наоборот, ничего хорошего не получится. Далее, что значит в еду включать? Вы можете избавиться, вернее, сократить прием каких-то неестественных продуктов, которые просто не нужны организму, а тешат наш вкус. Это, в первую очередь, сладости. Сократите их, замените на более естественные. Допустим, это будут сухофрукты. Главное, чтобы вы почувствовали сладость, и эта сладость, как бы сказать, вас удовлетворила. Сладость нужна для того, чтобы мы себя нормально чувствовали, так сказать, были в своей тарелке. Нету сладкого, значит, вот, жизнь не удалась. И этого режима, далее, смотрите, вы должны немножечко сократить свой рациончик питания. Но, вот тут интересное но, смотрите, у нас имеется желудок. Желудок это емкость. И емкость, которая сообщает нам о насыщении. если нас заполнено мало, мы чувствуем голод. А вот когда нас заполнено, мы чувствуем, о, наелись. Поэтому в некоторых случаях, для того, чтобы сбросить вес, тоже в лечебных целях, вставляют баллоны сюда и накачивают в желудке, для того, чтобы у человека вот это вот чувство насыщения было. как здесь поступать? Здесь поступать следующим образом. Вы должны вот эту вот массу, объем делать за счет салата. И здесь большое искусство в приготовлении вкусных салатов. То есть, вы вообще можете салатом наедаться. Съели там целую такую чашку этого салата, калорий, грубо говоря, минимум, объем максимум, сброс веса идет великолепно. Я, когда начал больше растительной пищи, особенно капусту, то есть, для сброса веса лучше всего подходят листовые овощи. Берете капусточку, натираете ее, добавляете туда петрушечку, чтобы она еще в воду сбрасывала, морковочки туда, сладость, листики салата набросали, объемчик у вас получился. Если это невкусно, я как делаю, я беру желток яйца, чайная ложка меда, чайная ложка оливкового масла или растительного все это перемешал, полил, получается такой вкусный соус, который поливаете этот салат, а сейчас едите слюни брыжут, так, знаете, вот, вот эту пищу, она получается такая, грубо говоря, водянистая, объемная и даже сытная как-то, и вы наедаете с этим. То есть, вот, вы можете заменить пропорцию, значит, ну, допустим, что, я бы какие-то супчики, там, борщички ел бы через день, вот, заменил их больше, значит, вот таким салатом или тушеными овощами, если тушите овощи, то поменьше масла, да, вот, это уже калорийность вашего рациона снизила, и будем говорить, а остальное все там можно будет, если картошечку, картошечку, пожалуйста, если кашку, я люблю кашку, сделали с небольшим количеством маслица, вот, прекрасно с утра она идет, если хотите, там, месяца, да, пожалуйста, месяца сделали, но, но, все это идет через овощи, а, не мешает совместе, жидкости выпиваются до еды, запомните, некоторые скажут, а мне хочется пить после еды, вот, я съел, мне хочется пить, хочется пить тогда, а почему хочется пить, вы знаете, потому что, когда вы съедаете, вот, вам не хотелось пить, да, но вы съели, ну, допустим, там, первое, второе, там, блюдо, у вас выделились желудочно-кишечные соки, а откуда они выделяются, желудочно-кишечные соки, они выделяются, естественно, из крови, кровь стала более вязкой, это сообщается в центре, которые говорят, что кровь стала более вязкой, чувство жажды возникает, но если вы, и вы тогда, естественно, пить, но если вы съедаете большую мисочку салата или тушеных овощей, которые на 90% состоят сами из воды, то вы только и выделяйтесь. как-то и выделяйтесь. как-то и выделяйтесь. Продолжение следует...